Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Главное» начинается, и я с вами, Сергей Скрипник. В начале программы хочу поздравить всех православных с праздником, который предшествует Святой Пасхе. Сегодня у нас в гостях Валерий Леницын, журналист, ведущий программы ИТД и ТП. Правильно? Ничего не выглядело? Нет, особенно. Последний особенно. Правильно. Хотя бы так начнем. Ян Лесневский. Политический аналитик. И этим все сказано. Достаточно. Друзья, 7 апреля 2009 года была совершена революция в Республике Молдова, где молодежь свергла власть коммунистов. Сегодня все новостные передачи, программы, сайты передают слова руководителей Республики Молдова о том, что еще никто тайну того переворота не раскрыл. Сейчас у нас в гостях очевидец этих событий. В первую очередь Валерий Леницын, который, может быть, раскроет тайну нам, которые не знают те, которые из них штурмовали-то парламент. А лица есть, фотографии есть. Что ж тайну не раскроют? Расскажите. Давайте начнете вы. Насчет тайны. Да, насчет тайны. Я честно скажу, что Сергей не предупреждал нас, что мы будем говорить о 7 апреля. Правда, Сергей? Я не предупреждал. Я последние 2-3 дня думал об этом событии, так вскользь думал писать или не писать, потому что я почти не пропустил ни одного года, 7 апреля, чтобы что-то не написать печальное, злое или просто такое ироничное. Что-то писал все время. А сегодня подумал, что не стоит. Вот почему не стоит? Тайну я не знаю. Да тайна какая там? Она, в общем-то, простая, потому что там вопрос, на который по-разному отвечают разные политические силы. Вопрос была тогда цветная революция. Потому что то, что я могу сказать с точностью, то, что все, что происходило в эти дни, происходило по лекалам цветной революции известного американского идеолога этой революции Джина Шарпа. Я просто после этого не раз изучал эти материалы, смотрел французские фильмы на эту тему, хороших журналистов, документальные фильмы. И в связи с этим даже изучил первый современный государственный переворот, считается, переворот в Петрограде 1917 года, который осуществил не Ленин, а господин Троцкий. И вот изучая эти события, я еще раз убедился в том, что действительно Троцкий организовал, и у него был хороший инженер-офицер, который еще разработал эту фишку. Но цветные революции, они делаются уже 30 с чем-то лет. Первая такая цветная революция произошла на площади Тянь-Альмени в 1989 году. И с тех пор, наверное, около 35-37 по этому сценарию замешаны, как всегда, были разведывательные службы в Соединенных Штатах в этом. Или же кто-то брал у них уроки серьезные. Вот как было у нас, я не могу сказать, но кто-то хорошо изучил этот сценарий, и он примерно пошел по тем лекалам цветной революции. Нужно было как-то безболезненно показать, что эта власть, которая тогда была, власть коммунистов, она ненужная. Для этого создается такая имитация революции. Желательно, чтобы она была бескровная. Так она, примерно, у нас и была. Была одна жертва, непонятная, как она умерла во время этого процесса, или около. Ну, была одна жертва. Царство небесное, сегодня праздник. Так, все равно, как бы это ни было, но родственники, близкие понесли утрату. И нужно об этом помнить. Так вот, в принципе, кроме поджога этих двух зданий, ничего такого страшного не произошло. Просто это дало народу, и эта цель и преследовалась. Чтобы дать народ понять, что власть, она не такая сильная, как кажется. Нужно было убить веру в эту власть. И это сделали 7 апреля. И после этого, вы знаете, что были перевыборы. Хотя до тех пор коммунисты были уверены, что они опять возьмут большинство. Если вы помните слова Майка Ткачука, так называемого серого кардинала господина Ворожина, он тогда сказал, ну и пускай, мы возьмем на этот раз не 60, а 70 или 80, не помню точно, мандатов. Ну, конечно, я не могу сказать, говорил он это специально или верил в то, что говорил, непонятно. Но известно, что после этого коммунисты потеряли власть. И потеряли они, в конце концов, почти всю власть. Хотя господин Ворони так и не ушел со своего поста председателя Коммунистической партии. Так вот, резюмируя, в чем тайна? Тайна в том, что есть специальный сценарий, разработанный, написана по этому сценарию книга от диктатуры к демократии. По-моему, так называется, Джина Шарпа. И там описывается шаг за шагом вся операция, как делаются эти революционные перевороты. Смысл этих переворотов – убить веру в существующую власть и привести к власти другое правительство, которое по своим воззрениям резко отличается от предыдущего. И это не обязательно, что была диктатура и пришла демократия. Это может быть что угодно, если, например, это хотели повторить, скажем, Акум. То есть, те силы, которые в 2015 году были вокруг Маисанду и Андрея Анастаса, они хотели повторить это в 2016 году. И было, в принципе, заход в парламент, но потом кто-то это отменил. Как будто над этими двумя была еще какая-то сила, которая резко приказала этим двум убрать свои силы из парламента. Потому что люди были в парламенте и были от шага, в принципе, повторить то, что было 7 апреля 2009 года. Если говорить о резонансе в обществе, то, конечно, это сильно пошатнуло веру во власть, убило эту веру, в конце концов. Но вместе с тем это был очень серьезный стресс общества. Это был очень сильный страх. Вот были 2-3 дня, которые люди ждали что угодно. Потому что они думали, что после этого придет еще какой-то другой сценарий апокалиптический, от которого пострадают все. И из этого состояния люди приходили очень и очень медленно в нормальное состояние. Ну вот пришла новая власть, мы видим сейчас плоды этой новой власти. Тогда считалось, что была демократия, нужно с помощью революции было убрать все это. Это первый урок. А второй урок, что в конце концов никто не хочет сейчас открыто признавать героев этой революции. У этой революции нету героев, нету, так сказать, знамен, которые бы хранили где-то. Ну я имею в виду, нету традиции боевой славы. То есть люди предпочли забыть все это, потому что многие считают, что их обманули. Что революция была конфискована, что сделали они, молодые люди, которые верили в это, делали они для идеалов, высоких идеалов, революционных и гуманистических. А в принципе пришло очередное правительство, которое просто как съело все это. Да. Господин Лесневский, ведь, как сказал сейчас Валерий Ленинцы, убило в обществе какую-то надежду и веру. Убило окончательно, судя по тому, что происходит сейчас на нашей стране. Должны понять, что убило, скорее всего, у той молодежи, которая ожидала какие-то изменения. Вот у них, да, действительно убило. Более 97% молодежи, которая участвовала тогда в мирном, потому что надо здесь разделять в мирном протесте, да, они разочаровались в том, что последовало. Потому что, на самом деле, на мой взгляд, 7 апреля это был один из этапов перехода Республики Молдовы от внутреннего, скажем так, направления развития к контролю с внешней, на самом деле. Потому что 7 апреля, оно началось даже не в начале апреля, даже не в мае, оно началось еще за два года. То есть местными выборами 2007 года начался вот этот этап свержения господина Ворония и передачи власти более лояльному политику, которого можно контролировать, на мой взгляд. Потому что технология, она была очень хорошая, да, и буквально только до 2010-2011 не было известно, что это цветная революция, то есть механизм, либо контрреволюция. Иногда сама власть создает кризис, да, либо протесты для того, чтобы избавиться от конкурентов, от оппозиции. Этого не произошло, поэтому дает возможность думать, что это была цветная революция. Если вы помните, начало вот этих вот протестов, оно началось от флешмоба, когда молодежь либерал-демократической партии вышла с календарем. Это и есть. То есть таких механизмов подготовки людей к определенным действиям, их очень много. Второй этап – это были протесты. Сперва они маленькие были, но все были похожи, собираются на площади национальное собрание и идут к президентуре. То есть буквально каждую неделю людей приручали именно к этому, скажем так, курсу, к которому они должны идти. И в 7 апреля были включены, очень, скажем так, участвовали очень много групп, которые на самом деле, я уверен, что они не знали конечной цели. И, возможно, даже между собой они не знали, что они работают. То есть у Пеледеме была поставлена некоторая задача, то есть им дали понять, что вы можете прийти к власти и так далее, должны бороться, должны делать протесты, должны быть достаточно активной партией. Эту партию накачивали, эту партию обучали. Если я не ошибаюсь, даже в адвок ввода молодежь данной партии, скажем так, проходили определенные курсы, как делать протесты и так далее. То есть это все готовилось намного раньше. Начало было осенью, и вот уже весной, скажем так, была финальная стадия. И поэтому я предполагаю, что мало кто на самом деле знал конечную цель и всю эту стратегию. Поэтому невозможно узнать истину. Истина, она не здесь, не в Республике Молдова. У нас в Республике Молдова на том этапе не было специалистов, которые могли подготовить полностью этот этап. Потому что второй этап – это внедрение своих политических лидеров в институты власти. То же самое, кстати, произошло недавно, но никто это не замечает. Второй этап какой? Формирование альянса. Политическая сила внедряет своих людей на определенные посты, которые в следующих выборах могут повлиять на результат. Но здесь проблема была в том, что было два лидера. Влад Плохотнюк и Влад Филат. И Влад Плохотнюк опередил Влада Филата, арестовал его и остался единственным влиятельным политиком в Республике Молдова. В 2019-м тоже произошло 7 апреля. Просто оно немножко по-другому сценарию. То есть 7 апреля это был Хогат. Когда пришел, сместил Плохотнюка, опять же сформировался альянс. Майя Санду взяла правительство, внедрила своих политических лидеров в институты власти, в Конституционный суд. После чего избавилась от своего конкурента Додон. То есть здесь меняются некоторые детали, механизмы. Но, как и говорил господин Редница, стратегия одна и та же. Это старая стратегия сменной власти якобы мирным путем при помощи, на мой взгляд, влияния извне. – Факты мародерства и издевательства, что было сделано на столе у господина Воронина, насколько я помню. Но не буду вспоминать сейчас. – Таких деталей очень много было. – Нет, давайте так. Будем говорить не то, что написано, о чем описано, а о том, что вы знаете. Ведь помните, одно было на площади правительства, толпа людей, вторая часть разделенная возле парламента. Знаменосцем и, я считаю, кто стоял с флагом на баррикадах, была Наталья Мораль. – Ну, не только. – Подожди, дайте договор. – Прямые трансляции вела ТВ-7. Прямые трансляции. Камера не выключалась вообще. И еще, вы упомянули Хогана. Давайте таки тоже я упомяну, что там не только Хоган был, а слаженная работа еще Российской Федерации. Потому что не только Хоган был, а еще представитель России. – Это 2019-й, вы говорите. – Да, 2019-й, когда Хоган сказали, поэтому я вспомнил. – Это то же самое, просто это произошло… – Договорились, значит, Америка договорилась с Россией. – Да. – Так получается? – И седьмого произошло, на мой взгляд, то же самое. – А как оправдать мародерство? Еще дальше. Как оправдать то, что поставили пионерский отряд охранять, я называю кого, это карабинеров, таких же одногодок, которые штурмовали парламент, а не батальон полиции специального назначения? – Меня всегда это интересовало. Пацанов поставили, которые просто там от страха чуть-чуть… – Вы помните, как они уходили? – Да, да, да. Я прекрасно помню, особенно, что… – А чья команда была? – В парламенте… – Ну, команда – это было Министерство внутренних дел, то есть господина Воронина. Он объяснял это тем, что не хотел как-то перевести это все в агрессивное действие. Но на самом деле, многие полицейские, я не знаю, как они терпели целый день, кроме того, многие полиции даже помогали прессе, журналистам и тем, кто действительно мирно протестовал, вытащить их из этой толпы в парламенте. Потому что, когда вот первая волна была, я тогда находился в парламенте на девятом этаже. Единственное, что меня удивило… – Свой кабинет был? – Нет, я был консультантом. То есть я начал свою практику политтехнологий в 2005-2006, и тогда уже консультировал. И что меня удивило, что некоторые политики забирали очень ценные вещи из своих офисов. Меня это удивило, потому что я знал здание парламента, и туда зайти очень трудно. То есть если на второй этаж, вот в этот большой зал можно зайти, то дальше уже на третий, четвертый, там только два прохода, и они очень узкие. То есть там поставил стул, и практически невозможно было пройти. И поэтому для меня как-то было удивительно. То есть я даже не думал, что могут зайти там на третий, четвертый этаж. – Значит, уже были предупреждены. – Уже предупреждены, да, да. И буквально через один час, уже на девятом этаже, все офисы были скрыты. То есть вот после часа, как начался этот протест, как они вошли, все офисы были скрыты, сейфы вскрыты. То есть как это так быстро возможно сделать, я не знаю. Там все было подготовлено. Кроме того, в президентуре произошло то же самое, да, потому что после этого были в президентуре. Буквально только первые два этажа были уничтожены. Дальше днем никто не поднимался. – А, на крышу? – Нет, на крышу в парламенте, когда поднялись. – И это под полицейскими, для того, чтобы когда поднимались в президентуре, они проходили через подвал. То есть им, а то в подвале стояли уже готовые ребята, и там не были простые мальчики. То есть там была подготовленная, скажем так, группа. – Поэтому героем назначили того, кто поднялся на крышу. – Да, и они под присмотром полиции поднялись, якобы для того, чтобы усмирить, показать, что вот мы вывесили флаг. – Поэтому мы победили. – Да, очень много было технологий, которые, да, они старые, да, они давно уже использовались. – А почему они такие глупые, эти технологии? – Они работают. – Они примитивные, они очень примитивные, но они работают. – Их немножко изменил. Вот я прямо сейчас сказал, вот эта технология, которая произошла в 2019-м, ну кто подумал, что да, это тоже революция. И это действительно тоже это была революция. Или протесты господина Анастасии, которые начинались в 2015-м, уже тогда было известно, что эти все протесты пойдут под определенного политика, которого еще не существует. И после этого уже в 2017-м создали Майю Санду и начали накачивать. Она в 2018-м даже не имела, даже половина рейтинга господина Анастасии. То есть это все технологии, но для людей это сложно, потому что, как бы, с одной стороны, примитивно, но это действует из-за того, что человек целый день занят своими хлопотами. Ему некогда сидеть, анализировать, а вот что на самом деле произошло. И причем, посмотрите, даже в Фейсбуке или в соцсетях у каждого человека есть свое мнение, что это именно так было. И все, его не приубедить, хотя он не занимается, это не его специальность, но он верит в это. Что это борьба была за демократию, что это была за свободу. На самом деле это просто было становление лояльного политика для того, чтобы со временем получить полностью контроль. Вот и все. Прошло 14 лет, и анализа у тех людей, которые заняты своими проблемами, не получилось, да? Они не смогут. Здесь надо знать очень много деталей. Мы в 2010-м работали, тогда был министр внутренних дел господин Катаны. И мы работали с министром внутренних дел, потому что у нас было много записей, фото, видео и так далее. То есть как это происходило, пытались создать это. И только в 2012-м более-менее у нас было больше информации, что можно было предположить, что это цветная революция. Потому что в Молдове, опять же, кто-то знает определенную деталь, кто-то знает другую деталь. Влад Филат знает одну деталь, министерство внутренних дел – другую деталь. Но на самом деле, кто был координатором, то есть он не был в республике Молдовы, писалось это извне. Вот это и есть тайна. А я тогда напомню. Ведь видеокадры есть. Сейчас я напомню очень интересные вещи. Я не знаю, как Катаны или Катаны, министр внутренних дел, реагировал на ваши фотографии, на ваши съемки. Но я напомню вам съемки штурма дворца президента. Очень интересно было. Если с той стороны были молодые люди, то с этой стороны штурмовали серьезные мужчины, физически развитые, когда забрасывали камнями и когда брали пожарную машину. Вы это помните? Да. Эти кадры? Да, конечно. Почему на них внимания не обратили? Никак. Правоохранительный орган, ни один из той толпы мужиков не был задержан. Мне кажется, что некоторые извенья Министерства внутренних дел и те, которые, группы, которые занимались координацией, были специально ослаблены. То есть там были люди, которые работали на... Они сознательно или несознательно выполняли какие-то команды, но они работали на штурмующих. Вы только что сказали, что... И я слышал тоже это, что Воронин сказал, что я поставил слабых, чтобы не получилось кровопролитие, но он как стратег должен знать, что только сильные могут и остановить кровопролитие. Слабые, неподготовленные, они быстрее допустят. Это где парламент? Это быстрее. Где бы они не стояли, эти слабые? Вот вы сказали. Я помню эти кадры, когда на этих молодых посыпались первые удары ногами в щитах, а потом камни, они быстро рассыпались и стали терять. Они стали уходить за парламентом и стали терять своих, их били, потом кто-то их поднимал. Там были очень разные по назначению группы, поэтому никто не понимал, что происходит. Да, да, они даже между собой не стали. Этим политикам сказали, кто-то сказал им стоять там возле правительства и кричать, что не надо идти на парламент и на это самое. Были такие политики, но тем не менее они были все, которые, то есть выгодополучатели, они были на площади возле правительства. А дальше все говорят, что их разделили и они не знали одно, что делали другие. Их не разделили как-то тогда на две группы. Они были заранее разделены на несколько групп, которые действовали, у каждого была своя задача. Вот вы сказали, были сильные, которые нужны были в определенный момент раздавить это, например, стекло или дверь, чтобы туда вошли те, которые занимались потом мародерством. Были просто те, которые кричали, вы помните, даже на уровне, что больших политиков там был, помните, был такой длинный такой политик, не буду назвать его фамилией, который кричал Фок. Да, который кричал огонь, огонь. Кричал он, потому что его назначили там кричать или потому что уже он вошел в раж и уже как бы жил этой стихией. Никто уже не может сказать точно. Но там были люди в этих группах, которые руководили очень четко это действие. Это не было, это только казалось, что очень запутанно и хаос. Все делали то, что нужно было делать. Потому что если бы они не делали, они никогда бы не зашли и никогда бы не подожгли. Но были те, которые должны были открыть путь в парламент. И были те, которые должны бросить первую спичку. Или как она начинается вообще, знаете, бросать бумажки, потом пустые банки из-под пива, а потом камни. А камни тоже была группа, если смотреть кадры, я смотрел эти кадры более тщательно. Была группа недалеко от парламента, которые вытаскивали эти камни из... А, извините, я дополню. Дополню. Камни сгрузили ниже от дворца, там не были сгружены. И были парни, которые грузили эти в рюкзаках и полными рюкзаками шли на площадь. Это вот как раз я поэтому... Таких деталей очень много. Они применялись и даже вот на Украине, в Майдане тоже самое. То есть, это не случайно где-то оказывается 2, 3 или 4 человека вместе с рюкзаками, которые тащат камни. Это не похоже на стихию. Вы знаете, возмущение Российской Федерации на действия Майдана никак не отразилось на то, что предшествовало Майдану в Молдове. Вы знаете, я был очень сильно удивлен, что Россия ну никак не комментировала эти события, которые происходили 7 апреля 2009 года. Ну, потому что они любили коммунистов. Да, я почему не сказал, то есть такие события Геронина, они совсем происходят только с одной стороны. И с согласием, либо молчание, и с другой стороны. Я сравнил Майдан, сравнил 2009 год, до Майдана. Ну и в Майдане, там было допущено то же самое. Нет, Россия давала прямые кадры, все телеканалы показывали. Они показывали, но допустили опять же промолчание. Общие, значит, планы были в новостных, даже не одна минута, 40 секунд было максимально, что могли сказать за события в Молдове. Очень мало было. Ладно, уйдем на рекламную паузу и продолжим нашу интересную беседу. Потому что у нас впереди очень, все-таки, интересный разговор будет продолжаться. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу интереснейшую беседу. Напомню о гостях наших Валерия Реницы и Ян Лесневский. Вот. И закончим уже с этим 7 апреля 2009 года. У нас впереди еще 23 местные выборы и 24 выборы президента. Готовьтесь. Думаю, что цены и тарифы снизятся в рекордных сроках перед выборами. Ну, как принято. Не, зачем? Не, зачем, да? Да, мне не надо. Не надо, долги надо отдавать. Есть другие технологии, которые, да, причем для того, чтобы получить новый кредит от МВФ, ты должен выполнять определенные действия, как государство. И не совсем благоприятные для общества. Поэтому я не думаю, что будет дешеветь что-то, но будет другое. Например, 1 июня будет саммит европейский. То есть мы будем 2 месяца говорить о том, что вот мы уже почти в Европе. Нет, погодите. Уже 100% было сказано, что мы в 2030 году войдем в состав Европейского Союза. Но одно другому не мешает. А, одно не мешает. Здесь вы оба согласны, да, с этим? Понятно. И сколько нам будет стоить вот этот период, да, 7-летний? 7-летний? Ну да, 30-е животное объявили. А, ну если исходить из того, что мы все-таки в 30-е... Если поверить. Ну да. Честно, я не воспринимаю это всерьез. Потому что для того, чтобы стать европейской страной, нужно предпринимать какие-то действия в развитии. Да, скажем, министерство юстиции должно выполнять определенные действия, министерство экономики должно выполнять определенные действия. Министерство образования, вот это очень главное, должно выполнять определенные действия для развития государства и так далее. Без этих механизмов, без внутренних механизмов, как бы мы сильно не хотели стать европейской страной, мы не сможем стать ей. Потому что без экономики, без образования, без медицины, без многих, без юридической базы, мы это практически невозможно. Уже не говорил про логистику, надо создать новые линии, энерголинии, газовые линии и так далее. Этот процесс достаточно большой. И самая большая проблема, самая-самая-самая для того, чтобы мы стали европейской страной, это Приднестровье. Кишинев не хочет давать специальный статус Приднестровью, Приднестровье на другие условия не хочет идти. И это проблема, которую, по-другому, на мой взгляд, невозможно решить. И пока мы не решим проблему с Приднестровьем, мы не можем говорить, это обман. Давайте говорить честно. Когда политик выходит и говорит, мы станем европейской страной, но не говорит, как он будет решать вопрос Приднестровью, он лжет. Это лжец. Или когда определенные 30-го года. То есть покажите мне план конкретно, который мы будем, не те кластеры, которые якобы ты должен галочку ставить и так далее. А определенные шаги, которые, кстати, мы можем обвинять много коммунистов в диктатуре, но именно в 2004-й, 2003-й, когда начали разрабатывать, 2007-й, было произведено самый большой скачок по отношению к евроинтеграции. Именно коммунисты сделали план по евроинтеграции, который до сих пор, вот мы являемся там, где нас оставила партия коммунистов. Это парадокс. Да, левая партия, которую обвиняли в диктатуре, на самом деле оказалась самой проевропейской. Больше никто ничего не сделал. То, что мы получили статус кандидата в кандидаты, это не наша заслуга. Это заслуга, скажем, даже не заслуга, а события на Украине, то есть война. Вот из-за этого, как бы, моральную поддержку нам дали этот, а мы же для этого ничего не сделали. В государстве люди продолжают уезжать, кто останется здесь? То есть в 30-м году, если будет все продолжаться точно так же, здесь останется 500 тысяч пожилых людей, которые не смогут сбежать. Вот и все. Не могу не согласиться с вами. Но всегда было интересно. Первое. Евросоюз. Отлично. И он приватизировал географическое, как бы, влияние. Если вы не в Евросоюзе, вы не европейская страна. Ну, я вот сколько на карту смотрю, Молдова, она европейская, вроде бы, к Европе примкнула давно, со дня основания. И вопросы такие, знаете, а почему они говорят, почему они так считают? И еще, насчет коммунистов. Вот скажите, Валерий, какие они коммунисты, если среди них была куча капиталистов, притом диких капиталистов, так же, как и про социалистов, левые они. Расскажите, вот почему такая тенденция? Нет. Ну, то, что партия коммунистов в Молдове, это не коммунистическая партия, это объясняется простой вещью. Потому что первый коммунистический принцип – это права на средства. Права на средства в государстве народные. Принадлежит народу. А нету никакого частного владения на средства производства. Ну, может быть, какие-то там второстепенные, третистепенные. Поэтому коммунистическая партия абсолютно исключила из своей программы, из своей идеологии вот эту часть. Поэтому коммунистическая партия может считаться только названием. И когда она приняла, вот то, что говорит господин Лесневский, программу евроинтеграции, в том смысле, в которой она тогда была, первые шаги, то она пошла на либеральные реформы. Абсолютно правые реформы, непопулярные. Какая тут, может быть, речь о левой идеологии? Левая идеология – это было на устах идеологов партии, и все. Есть частная собственность, значит, нету коммунизма в этом государстве. Нельзя его построить. Никак нельзя. Можно быть рассчитывать на какой-то социализм, если облагать большими налогами богачей. И это распределять между обществом. Вот это какой-то некий социализм. Гитальский? Нет, скорее всего, это северных народов. Это Норвегия, Дания. Социализм. Да, Швеция и так далее. Я имею в виду коммунизм. Ну, а какой коммунизм в Китае? Ну, коммунизм в Китае – это просто, скажем так, диктаторские отношения. Просто коммуническая партия – это руководящая партия. А там, опять-таки, нету… Есть коммунисты-мультимиллионеры, есть коммунисты, которые их осудили на смерть из-за коррупции, потому что тоже крали миллиардами и так далее, юанями. Поэтому вы спросили про коммунизм, я говорю, что… Я спросил о коммунистической партии Республики Молдовь. Да, о коммунизме в Молдове, при коммунистах не было такого. Было название. Название не хотели менять, потому что это объединяло электорат каким-то образом, потому что его просили. Да, кстати, у Воронина ни разу намекали, рекомендовали изменить название партии и таким образом, как бы, сохранить себя у власти. Ну, не знаю, что там было главное, название партии или сам Воронин. Товарный знак. Вы что, не помните скандал за товарным знаком? Название – коммунистическая партия. Вот он и решил, товарный знак. Ну, а уходит товарный знак, как коммунистическая партия. Ну, нет того, что было. Люди просто естественным образом, да, умирают. Нет, ну, вопрос, так сказать, еще раз повторяю. Вопрос очень… Зарегистрировано везде товарный знак коммунистической партии. Никто здесь не может себя назвать коммунистической партии. А, назвать, ну, да, да. Погодите. Это же при вас было, когда это сделали. Ну, я имею в виду, вы помните. При вас тоже, да, я помню. Вы не руководили коммунистической партии. Я не руководил, я знал, что там делается. Поэтому и говорю, что не было это в программе партии коммунистов Молдовы. Не было это в идеологии. Не было это на слуху. Не было это в разговорах, что мы должны построить коммунистическое общество. Не было такой задачи построить коммунистическое общество. Обогатиться было коммунистам надо. Было, да. Некоторым коммунистам. Не всем. Не всем. Не всем. Не всем. Поэтому и пошел, в принципе, разлад. Вы помните, что, в общем-то, разлад в коммунистической партии пошел из-за сына господина Воронина. Потому что он стал, хотя не он там делал эти деньги, но тем более он выступил символ богача и миллионера коммуниста. Это не понравилось простым коммунистам. Потому что они, в принципе, не такую коммунистическую партию создавали когда-то, поддерживали, не эту хотели видеть. Они хотели другую. Ну и Воронин как мог успокаивал их, как мог доводил до них какие-то услуги, какие-то, скажем, материальные блага, кому там полагалось и кому не полагалось. Но, понимаете, в таком капиталистическом обществе всем хорошо не сделаешь. Потому что такие правила. Кто-то должен жить хорошо, очень хорошо, а кто-то должен плохо и очень плохо. Поэтому то, что вы спрашиваете хотя бы о том коммунизме, который мы пытались строить и мечтали о нем в нашем обществе, советском обществе, ну тогда была и задача. Хотя нас и во многом обманывали, но такая задача стояла построить коммунизм. Вообще-то я имел в виду лицемерие властей, как бы они ни назывались и где бы они ни были. Потому что обидно. Я, вот скажите мне, ну почему у нас что не президент, то... Что коммунист. Да, вы поняли иносказательные, правда? Вот сейчас слушаю наших управленцев, да, всех, начиная от президента, заканчивая всеми высшими чинами у нас в Молдове. Это представитель парламента, представитель правительства и же с ним. Они все коммунисты. Да. Вы заметили? Большевики. А закон, дополнение Мерси, да, великолепный закон времен Советского Союза. Объясните людям, вот это нас смотрит. Мы должны разделять, особенно в Республике Молдова. Если взять теоретически, да, вот господин Ренецов пытался вот более просто объяснить, да, вот что касается, что у нас нет доктрины. И если доктринально исходить, у нас нет теоретически, у нас вообще в Республике Молдовы нет политических партий. Это механизм для того, чтобы упростить себе участие в парламентских выборах. Вот и все. Партий у нас нет, у нас 76 список вот там этих вот организаций, но если взять, детально проанализировать, что такое политическая партия, то абсолютно ни одна не соответствует. Что касается доктрины, ну здесь вообще у нас полный бардак. У нас нет в Республике Молдовы партии, которая бы шла под доктрины. Кроме того, у нас программы у всех партий одна и та же буквально. То есть буквально даже когда регистрируют, не очень заморачиваются, берут копипейст от, скажем так, от партии предыдущего. Например, ПАС, они брали, скажем так, от Пеледемия. Пеледемия брала от Педье, да. То есть люди не помнят как бы это все. Но это всегда есть определенный этап. И у нас программы, они, если не ошибаюсь, 2008 года, 2009 года, вот эти вот программы немножко изменены. Добавили что-то вот плюс-минус. Посмотрите, дискурс Майя Санду в парламенте. Это дискурс Марианна Лупу на предвыборной кампании в президенты был. В точь-в-точь верю в Молдову. То есть это, я знаю даже людей, которые это писали. Ну там добавили просто вот Украину. Все повторяется. И, к сожалению, да, вот мы говорили о 7 апреля. Сейчас есть поколение граждан, которые голосуют, но которые даже не помнят уже, что такое 7 апреля. То есть они тогда им было по 3-4 года. Люди забывают, понимаете. И поэтому, но, с другой стороны, партия коммунистов это очень хороший бренд. Он очень развитый был в мире и так далее. Был. Да и сейчас можно поздравить. Не в Молдовии, я имею в виду. Да и сейчас можно. Смотрите, Чи Гевара. А ладно, ну, бандюга. Бандюга, ну, молодежи это нравится. То есть они не знают деталей истории. Поэтому они пасовать не ходят. В массовых количествах. Понимаете, ну здесь я молодежь считаю тех, кто до 30. То есть молодежь это, как бы я этих считаю. Или, например, посмотрите, это песня партизанов испанских, если не ошибаюсь. Ой, Чао. Да, да. Сейчас она популярная. Да, Белла Чао. Она сейчас популярная. Это бренд, который можно продавать. Который можно получить. Значит, товарный знак. Хорошо, что можно продать. Ну, всем такой товарный знак. Просто у кого-то он, например, не очень качественный. Был создан очень быстро. Да, вот последние партии, которые меняются. Поэтому они приходят на один срок. Меняют просто партии. Эти же люди переходят в другую партию. У нас новые лидеры, новые это. Но хотя это все старые. Потому что у нас в Республике Молдова нет новых лидеров. Или нету. Они, которые когда-то перейдут. И это можно, это легко продавать. И это легко использовать. Да, то есть вот. А есть партия? Партия хотя бы намеком. Намеком. Что она партия? Нету. Нету. В Республике Молдова нету. Я не знаю. То есть, если брать детально, то есть два отклонения. Ну вот 10% где-то вот так. Ну 10% да. Ну очень трудно сказать, которая вот партия. Потому что партия это означает структуру. Партия это означает работу в территории. Партия означает это доктринальное соблюдение норм. Идеология означает, это работа. То есть означает. Я не вижу. То есть смотрите, у нас партия появляется во время выборов. Больше их не существует. И почему, например, я критикую оппозицию? Потому что оппозиция ждет какого-то момента. Нет. Эти моменты создаются. И даже партия ПАС, да, действие солидарности, которая пришла к власти, она создала эти моменты. Она не ждала, чтобы там вот люди начали массово уходить на улицу и так далее. Или возмущаться. Потому что людям, к сожалению, их можно отвлечь. К сожалению, это политтехнологи. Спросить их язык какой. Они будут сидеть на кухне, выпивать вечером в субботу и спорить и ссориться со своим родственником. В пятницу. В пятницу, да. В субботу продолжим. Да. И ссориться со своим родственником по поводу языка, по поводу гражданства, по поводу всего этого. И, к сожалению, люди не смотрят на те вещи, которые действительно должны были происходить. Или, скажем так, на предвыборные обещания. Вот посмотрите, кто из партии, вот вы говорите 10%, кто из политических партий, хотя бы 5% выполнил своих предвыборных обещаний. 5%. А может быть надо нам перейти в Молдове на двухпартийную систему? Молдова, она, мне кажется, даже не готова к двухпартий. Вот была идея одномандатных округов. Мне кажется, это самый лучший вариант. Убили, убили в зародышах. Да, да. Потому что депутат идет определенного региона, и он перед этим электоратом вот именно отвечает. И люди именно с него спрашивают. По-моему, по нашему политическому сознанию мы готовы вот именно к этому. Да, это самое простое, и как бы можно изменить. Дал слово и ответил перед избирателем. Ну, по крайней мере, так мне кажется. А отзыв? Может быть молодое поколение, и уже по парабану. А отзыв депутатов? Ну, отзыв должен быть. Почему? У нас одномандатники были, да? Независимые депутаты. Потом смотришь, независимый вдруг стал зависимым. Здесь не только это. Здесь многое надо. Например, депутат. Кто этот человек? Этот человек ответственный за управление государством. И в первую очередь, на мой взгляд, должны допускать тех людей, у которых есть определенные знания в этом. Вот почему плох список? Есть лидер, да, и вроде бы ты смотришь на этого лидера, да, он экономист, там, два образования, одно другое. Но третий, четвертый, пятый, шестой, там, они вообще без образования. А потом мы удивляемся, потому что живем так плохо. Почему? А кто знает, список, список, никто не знает, кто там находится. Это и проблема по одному. С первого по пятное место, это всегда тот, кто финансирует данную партию, и ему дают проходное место. Давайте так, давайте вспомним всех коммунистов, когда они выиграли с таким успехом 60 мандатов, да? Ну, когда-то в событии, в случае. Валерий, вы всех помните по списочным? 101 человека. И 60 прошедших. Нет, ну, всех нет, но большинство, я просто должен был тогда помнить. Нет, но я имею в виду, их значимость в управлении государством в данном случае... Многие не были готовы, там буквально 30-40-е, это люди, которые даже, они шли на работу утром, им говорили, ты что, пришел на работу, потому что ты же депутат, они даже не спрашивали. Их же как выбирали по спискам, они же выбирали не по тому, не по знаниям или по, скажем, каким-то принципам, что он знает, кто он такой, а какой он активный. И в партии и так было, вот насколько он активный, насколько он влиятельный, кто его знает в той округе, потому что, ну, вот по такому принципу. И поэтому и попадали люди туда, которые, в принципе, они очень много знали, кроме главного в законодательной работе, делать качественные законы. Это они не умели. А остальное они были, ну, вот, как звенья управления, да? Да. Они как бы, было параллельное государство, параллельная государственная сеть. Это были чиновники-чиновники, которые делали просто свою работу, а были эти, так называемые, ну, как бы вторая сеть. Это повторялось, в принципе, коммунистическая партия. Второе параллельное руководство страной. Это же было советы, государство, советы, а была коммунистическая партия, которая была направляющая, управляющая, главная была. Поэтому это все повторялось. И депутаты, как и раньше депутаты в Советском Союзе, кто были? Машина голосования. Вот они и сохранились до сих пор. И в партии о них повторяется уже, который год мы уже 30 лет живем в других условиях совсем. А все это повторяется. Кто такой ПАС сегодня? 63 мандата. Это машина голосования. Да, потому что, к сожалению, можно говорить, что 20-й век, 21-й век, несмотря на то, что мы якобы прогрессируем, мы забыли о самом главном. Что те люди, которые управляют государством, у них должны быть определенные нормы, уровни, скажем так. Он должен быть образован, он должен быть выше образования, он должен знать некоторые, скажем так, действия, которые он должен предпринимать. Мне нравится то, что в Греции это обязательно, чтобы у тебя была семья, потому что у тебя есть чувство ответственности за будущее. Вот это есть нормы, которые были, не знаю, даже хотел сказать, 300 лет, но тысячелетиями, они были, эти нормы, которые были обязательны. А как вы ожидаете от молодого человека со всем уважением, 23 года, который он сам даже не знает, как дальше жить, вы ожидаете, чтобы он управлял государством, принимал конкретные хорошие законы для общества развития? Он становится министром экономики, и вдруг он задумался, как же сегодня у нас, пицца доставляется все-таки домой или нет? Это цивилизация. Да, и поэтому бесполезно, как бы мы сейчас не пытались надавить на эту власть или выбрать другую власть, если будет то же самое. Кто мы пытались надавить на эту? Народ. Народ. Вот у нас сейчас, как правильно сказал Валерий, в начале, первая часть нашей беседы, он пока занят решением своих личных проблем. Это я просто иносказательно сказал. Но он никогда не решит их, если он будет оставлять это просто так. Потому что, вот посмотрите, многие, когда разговариваешь, например, особенно о геополитике, все говорят, что мы должны быть с Европы, потому что нам дали кредиты. Но люди забывают, что главный инвестор государства – это люди. Люди дают налоги абсолютно за все. За образование, за медицину, за доход. Люди платят даже за то, что они являются гражданами. Получить внутренний паспорт надо заплатить, внешний заплатить, права заплатить, машину заплатить за дорогу, за экологию. Человек является главным инвестором, и человек не просит от правительства. Они ждут, когда нам дадут кредиты. Вот мы будем с Европы. Подождите, а где наши деньги? А кто это ждет? Я не жду. Большинство моих знакомых, с кем я общаюсь еще, продолжаю общаться. Есть большой процент, те, которые голосуют за пас или за те партии, которые приходят и говорят за Европу, либо за Россию. Чтобы телезрители были понятны. Я всегда сторонник того, чтобы партия в первую очередь думала о своих гражданах. Национальный интерес. А потом уже с кем хотите. Китай, Россия. Меня это честно не интересует. Скажите, чем она помогала республике? Да, ничем. Я не собираюсь, чем помогала Европа. Не вопрос, чтобы кто-то пополам. Получается так, что Европа нас во главе с Соединенными Штатами купила. Да. А Россия посчитала, что покупать не надо. Правильно? Да. Ну, почему тогда говорят, что все здесь происходит, да, вот с протестами и так далее, так и виновата Россия. И мы часть этой войны. Должен быть кто-то. Мы все-таки должны учитывать то, что в России все-таки есть интерес к республике Молдова. Она смотрит, что происходит. Скажем, геополитически, территориально. Потому что, естественно, здесь... Именно. Здесь это уже, скорее всего, они могут ответить. Я считаю, да, для них республика Молдова была бы хорошим плацдармом для отношений с европейскими странами. Но это не произошло. Да, вот этот мост между Европой, страна, через которую бы они смогли торговать или иметь определенные доходы и так далее. Но торговали же. Пытались, я не помню, в каком году. То есть, вот Россия пыталась создать через республику Молдову вот этот вот мост, да, но, к сожалению, это не произошло. В каком году пытались. То есть, это были разговоры, если не ошибаюсь, 2020-19, вот только до Донна. Да, практически. Послушайте. Был разговор, был только разговор о том, чтобы говорить. Здесь разговоры были. Да. Но действия были. И мне очень обидно. Мне обидно. В том, что господин Воронин поступил так, начал плясать под дуду в Соединенных Штатах. Видимо. Когда отменили визит Путина к нам, Молдову. План Козак, а так далее, а так далее. Ведь я буду это вспоминать все время. Когда Нищенко запретил возить нашу продукцию, назвав ее разные. Больные, не больные, отравленные, не отравленные. А вы же это помните, Валерий. Ну, тогда, в общем-то, и начался этот разрыв. С Россией. Да. Большой. Но тогда, если быть честным, то мы были, мы просто завели себя в тупике. В таком положении. Мы или руководство страны? Ну, не я с тобой, жизнь. Не я с тобой. Конечно, руководство страны. То есть, те, которые начали этот разговор с Козаком, с руководством России, не проецируя хотя бы чуть-чуть, на несколько шагов вперед, что же будет. Как эта идея может развиться и к чему она должна привести. И она привела в тупик, потому что мы оказались в очень сильных руках. Нами стали манипулировать. Там, как говорил Воронин, стали менять не то статьи в этом меморандуме, не то страницы. И когда он увидел конечную редакцию, он как бы испугался и сказал, что нет. И позвонил вроде бы Путину и сказал, что нет, так не пойдет. И поэтому отменили. Ну, отменить визит Путина в Молдову, вы понимаете, что это такое. Это, конечно, начало большого разрыва. Что-то там потом другие президенты пророссийские пытали, хотя бы это был единственный додон, залатать, но, видать, не получилось. Поэтому с такими державами, не только с Россией и с Америкой, нужно всегда держать ухо в остро. А что уже говорить? Как вы сказали, оба согласились, что в общем-то мы в кармане Соединенных Штатов давно куплены три раза и проданы, и опять куплены три раза. То есть о чем говорить? Тут люди с определенного посольства говорят нам, что делать. А зачем нас передали в России? Скоро будут говорить, как вешать белье? Что просто нет врага, значит нет. Нет, чем сильнее, чем дольше пугать общество, тем быстрее они согласятся пойти за любым, который пообещает им спасение. Россия ведет против нас гибридную войну? Нет. И мы, вот это популярное слово, гибридная война. Да, 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 улыбнулись. Я тоже улыбаюсь. Которую нельзя объяснить. Не то, что нельзя объяснить. Я понимаю, что многие, которые используют это слово гибридная война, они даже понятия не имеют, о чем говорят. Потому что гибридная война, она давно ведется. Это метод, скажем так, влияния на ту или иную территорию для того, чтобы бороться за определенные, скажем, дивиденды или интересы. Это не обязательно быть страной. То есть, например, гибридную войну может ввести фармацевтическая корпорация для того, чтобы продать какие-то определенные таблетки. Либо какая-то компания из Соединенных Штатов, которая хочет здесь продать энергетические напитки. И у нас принимается случайно закон. Вот реклама и есть вот это снаряды гибридной войны. И люди просто не понимают. Поэтому вы хорошо объясняете, чтобы люди поняли. Трудно, скажем, выявить, потому что я почему-то улыбнулся, я вспомнил. Да, кажется, на вашей передаче мы обсуждали, что, не помню, Миноборона выдала декларацию, что будут обучать детей в школах, как правильно выявлять дезинформацию. То есть, извините, специалисты, кто этим занимается, несколько десятков лет, трудно выявить дезинформацию. Потому что сейчас первые лица стали рупором дезинформации. Я часто даю вам этот пример. Господин Зеленский говорит, что с территории Приднестровья вылетели ракеты. Госпожа Майя Санда говорит, что это неправда. Где? Кто лжет? А где согласованность? Ну, согласованность. Вот это пример. В этом случае не должна была быть согласованность. Понимаете? Почему по сей день нам не объявили, что за ракету упали на северную Молдову? Да, и поэтому очень сложно. Нет, а почему? Потому что невыгодно. Что невыгодно? Это противоречит, скажем так... Так российские ракеты? Нет, это... Ну, в некоторых телеграм-каналах это было уже опубликовано, что это ракеты ПВО Украины. Телеграм-канал это ли заявление наших правителей? Что это? Телеграм-канал это не правление наших в стране. Ну, наши политики, если честно, изначально, когда начался конфликт на Украине, то есть они достаточно осторожно, все-таки были достаточно активными, но осторожно высказывались. После этого конфликт перешел в военную фазу, да, это был 2002 год, феврале 24-го. Тогда 22-й правительство вообще уже стало говорить и про нейтралитет, и про все остальные, скажем так... Вещи собирать в Румынии. И сейчас, когда увидели, что конфликт, скажем так, не заморожен, а находится на одной линии, пытается... Вяло текущий. Да, пытается... В военном отношении. Использовать это. На мой взгляд, все пытаются использовать, потому что конфликт на Украине, да, используется и в Румынии, и в Германии. Вы считаете, что это конфликт или война? Опять же, я почему говорю конфликт, потому что я не беру точку отсчета, да, вот февраль только. Но когда скажите, вооруженный конфликт, это будет более. Да, но я считаю, вообще-то, начало это был 2009, 2008, когда сказали, что Украина хочет вступить в НАТО, потом начались первые волнения в 2010, в 2012, в 2014. Это все один большой конфликт. Просто люди, да, люди смотрят, вот война началась на Украине, да, вот уже больше года идет. На самом деле, люди забывают про Крым, про Донбасс, про Майдан, про саммит Бухареста. Ну, потому что у людей есть свои хлопоты. Человек, он просыпается утром, он думает, так, как мне обеспечить свою семью, как прокормить и как заплатить. Как Россия сейчас может влиять на Молдову? Вот давайте прямой вопрос. Что Валерию, что Яну? Россия, ну, в каком смысле? То есть информационно действительно может влиять, да, это теоретически. Как? Информировать, информировать граждан, информировать. Телеграм-каналы, это вы видите? Телеграм-каналы, да, там, через многие, особенно телеграм-каналы, там, или какие-то другие способы, потому что сейчас доверие, из-за того, что все произошло, доверие к официальным СМИ упало буквально на более 23%, и все это общество, которое пытается информироваться, да, оно не находит ответ в официальных телевидениях, да, или там каналах. Поэтому действительно переходят в телеграм-канал. На Украине вот начали бороться с телеграм-каналами, буквально там блокируют абсолютные связи и все остальное для того, чтобы не допустить. В Республике Молдову тоже множество, скажем, таких диктаторских методов, демократическим невозможно, да, бороться вот с этим. Были предприняты много диктаторских методов, но каждая власть использует все это для того, чтобы избавиться от конкурентов. Вы можете обвинить кого-то в России и, скажем, запретить его. Вы можете, скажем, сказать, что, посмотрите, у нас на самом деле 24% русскоговорящих, первый язык, на котором говорят, это на русском, да, то есть получается 34% на молдавском и 30% на румынском. То есть это люди, которые информируются на русском языке, от русскоязычных политиков, на русские телевидения и так далее, и так далее. В действиях информирования русские, российские, невозможно, да, потому что... Ну действий какие? Никаких. Здесь действие, ну опять же, и бездействие, скажем так, может повлиять. Игра достаточно, она более обширная. Мы смотрим только на Республику Молдова. Действия, например, которые могут повлиять на Молдову, они произойдут, если не ошибаюсь, да, вот через 2-3 месяца в Стамбуле, то есть в Турции. Выборы президента Эрдогана. Вот через это уже будет влиять на всю политику Черного моря, потому что, да, если останется господин Эрдоган, который в хороших отношениях, средних отношениях с господином Путиным, то есть вопрос будет поставлен по Черному морю, скажем так, в одном направлении. Если, скажем, сторонник прозападных сил, то это уже будет совсем по-другому. То есть России придется, скажем, вести более агрессивную политику. А объявить уже официально войну Украине? Я не думаю, что войну объявят ни Украина, ни Россия, потому что при объявлении войны закроются все финансовые действия. А мы видим, что газ продолжает идти через Украину, кредиты Украине даются, ежемесячно Украина выплачивает проценты по кредитам. То есть это огромный бизнес. Кто будет объявлять войну и закрывать весь этот бизнес? Европейские политики, не то что говорили, что занимаемся фейками и так далее, заявили, я не знаю, правда это или нет, но и заявляют о том, что большинство оружия, которое поставляется на Украину, проходит на черный рынок Африки, Сирии и так далее. Через Молдую? Я не знаю. Через одну из стран, которые граничивают с Украиной. Пусть уже зрители сами и ругают. Потому что это бизнес, это огромный бизнес. На в основных сайтах было написано, что считают, что здесь Молдова, в Молдове образуется хаб по переправке оружия с Украины. Об этом в прошлом году я очень просто сказал. В прошлом году. Если бы 5 тысяч долларов стоило человека провести, то с дживелинами грузовик, да, там 20-тонник, да, за 50 тысяч провести можно, потому что все, что там стоит, а миллионы. Ну, это дживелины, допустим, да. А они только сейчас вспомнили о том, что это может быть хаб. А хаб вы знаете, что ли? Ну. Распределение по всем странам. Ну, не только Украина. Вот, да, слухи бывают разные, но мы видим, что, конечно, не только Молдова, через Молдову все это проходит, но и все остальные страны, да, потому что, опять же, мы видим, что даже вот энергоресурсы, они поступают в Европу, через Польшу. Молдову все, все, ресурсы поступают через страны, да, через Польшу, возьмем так, скажем. Ну, Польша, Польша опять же. В Венгрии же отказала. Черный рынок. В Венгрии отказала, значит, закрыла. Хаба там делать нельзя. В Польше поступает оружие. Тоже хаба делать нельзя, если, конечно, там в самую Польшу не украдут этого оружия. Значит, остаются две страны. Румыния и Молдова. Ну, я уверен, что, вы понимаете, мы говорим о вещах, которые мы не совсем знаем. Единственное, что... Там потомственные контрабандисты. Даже при советской власти. Хотел сказать, что... Туда золото, обратно ковры, хрусталь. На Украине, то есть, если не ошибаюсь, даже был снять фильм в Голливуде с Николас Кейджем по мотивам реального человека, который занимался продажей оружия, барон, военный, да, военный барон. То есть, это... И поэтому я не думаю, что Европа может даже контролировать все это. И Милу Латяну уже снял. Что? Фильм. Какой? Там уходит небо. А-а-а. Там снял. И там тоже про контрабанду. Попал за про другую контрабанду. Это про 2030-е. Мы в Европе, да. Ну, извините. Я могу процитировать то, что в новостных сайтах, которые контролируются государственными органами и силовыми ведомствами. Ну, госпожа Гаврилица заявила о том, что, да, вот есть это торговля оружием и людьми, к сожалению, да. То есть, это... Мы же должны информироваться с официальных источников. Я думаю, что, да, здесь госпожа Гаврилица, она сказала правду. Значит, у нас контрабанда сегрент. Вот, контрабанда оружия. Алкоголь еще? Тоже с Украины, кстати. Не знаю. Алкоголь, скорее всего, сами украинцы, потому что они умеют его хорошо делать. Сами контрабандой занимаются. И есть, как раз, граница. Но, впрочем, Венгрия здесь не сможет задержать ничего. Вот. А вы что расскажете? Хочу. О влиянии России на нашу внутреннюю политику. Ну, я скажу вот такие две очень влиятельных фактора, которые влияют. Это Путин. И вы заметите в соцопросах, что один из самых рейтингов иностранных политиков у нас все время остается... Иоханис первое место. Ну, здесь я бы усомнился. Давайте, Валерий, ответим. Валерий, продолжайте. И второй фактор – это незыблемость вот этого Приднестровья. Она же, в принципе, как бы мы ни влияли, как бы там ни организовали разные акты террористические или псевдотеррористические. И, в принципе, позиция Приднестровья остается той же, прорусской. И это очень влияет, фактор, который очень влияет на Молдову. Потому что это считается как бы флагман российской внешней политики здесь, вот, на пороге Европы. И то, что никто не может ничего сделать с этой землей, то, что люди слышат и проходят либо слухами, либо фейками, либо настоящей информацией проходят, что там есть сценарии, чтобы дестабилизировать эту ситуацию вместе или без украинцев, с американцами или без американцев. Но пока все остается на месте. Этот фактор, я думаю, очень сильно влияет, как прорусский фактор, на Молдову. Прорусский фактор. Путин, может быть... Его существование. Да, да, может быть, он и упал сейчас в рейтинге. Но я имею в виду, что влияние этого человека, как политика, остается довольно сильным в Молдове. И те, которые, в принципе, ориентируются на Россию, они, как правило, ориентируются на президента. Ну, здесь даже, вот вы спрашиваете, да, как влияет Россия, как влияют Соединенные Штаты. На самом деле, самым главным фактором дестабилизации, это является нестабильная внутренняя политика. Потому что, возьмите Финляндия, граничит с Россией. Ну, у них нету риска того, чтобы Россия вот прямо завтра может такого, как в Республике Молдова, напасть на них. Потому что у них есть внутренняя стабильная политика, у них внутреннее развитое государство. Они сейчас вот пытаются вступить в НАТО, да, хотя что, да, это уже осталось проголосовать там, да, бумагу подписать. И поэтому, да, у них даже, например, были бы риски намного больше даже, чем в Молдове. Но их нету из-за того, что у них стабильная внутренняя политика. У нас в Республике Молдова ее нету. В Республике Молдова общество разделено по некоторым векторам, да, языковой, религиозной, принадлежность к гражданству и так далее, и так далее, Приднестровье. И вот из-за этого есть огромный риск, скажем так, обвинить Россию в том, что может происходить. Потому что, да, вот если говорить о борьбе Соединенных Штатов и России. Ну, давайте говорить честно, то есть на Украине при помощи украинцев, да, пытаются бороться геополитические страны Соединенных Штатов и Россия. Но между Россией и Соединенными Штатами есть общая граница. Да, там пролив в 36 километров. Но там никогда не происходит войны. Между Россией и Соединенных Штатов. Холодно. Их не сдерживает. Вот посмотрите сейчас, их не сдерживает. Они всегда воевали над территорией других государств. Начиная от Югославии, Афганистана и других всех остальных. Сейчас Вьетнам. Сейчас это Украина. К сожалению, к огромному сожалению. Потому что это было государство. Советский Союз воевал тоже хорошо. Нет, это Чечня, Афганистан. Я перечислил. Я перечислил. Вы забыли, что еще в Африке наши военнослужащие находились, признаны ветеранами. Сирия и так далее. Афганистан, Эфиопия. И войны там по 20 лет шли. Ангола. Они всегда, если так посмотреть, то в среднем они по 20 лет. Афганистан, Вьетнам. Наконец-то признали буквально, что в Николагу события были, наши военнослужащие были. Я имею в виду советские. Наши, потому что я родился в Советском Союзе. Можно говорить долго. Можно говорить обо всем. Но только на сегодняшний день о нестабильности в Республике Молдова мы можем говорить, знаете как, каждую программу не менее часа. К сожалению, никто не заинтересован, никто не работает по поводу, для того, чтобы ситуация была стабильной. Закрывая программу, я скажу так. Незнание, незнание не ведет стабилизации общества. Незнание, хотя бы прописных истин для Республики Молдова. А так всех хочу наших телезрителей поздравить еще раз православных с благовещением. У кого есть деньги сходить в кафе и отметить. А вам, Ян, и вам, Валерий, большое спасибо. И вам спасибо. И вам спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова